Девушки отдыхают Прошу вас, дядя, заботьтесь о ней, как заботился бы я. И проследите, чтобы у нее было все, что полагается моему ребенку. Ты понимаешь, в какое положение ставишь меня? Это просто невозможно. То, что правильно, не может быть невозможным. Как ее будут звать? Дайдо Белль Линдси. Ты дашь ей свое имя? Мне нечего стыдиться. Мы будем звать ее Дайдо. Элизабет была нужна компания. Так нам и следует отвечать, когда начнут задавать вопросы. Мы ожидаем гостей к ужину. Почему ты никогда не ужинаешь со своей семьей? Потому что это неправильно. Позвольте представить вам мою вторую племянницу, мисс Дайдо Линдси. Она отвратительна. Папа, как получилось, что мое положение слишком высоко, чтобы ужинать со слугами, но слишком низко, чтобы ужинать со своей семьей? Она живет в необычных условиях и начинает задавать вопросы. И окажете ли вы мне честь прогуляться со мной? Тебя не волнует, что скажут люди? А почему они должны что-то сказать? Я не думала, что она кажется такой черной. Мужчины не женятся на редких и экзотических женщинах. Она хоть говорить умеет? Я умею говорить. И могу объяснить, почему я не выйду замуж за вашего сына. Моей самой большой ошибкой будет стать частью семьи, для которой я буду позором. Фильм «Триумф. Блистательная игра звезд». Я соблюдал все традиции и условности, чтобы ты точно знала свое положение. Я даже не уверена в том, кто я. Ты любишь ее? Как если бы она была рождена от тебя и меня. А как же твоя мать? Я почти ничего не знаю о ней, кроме цвета кожи, которую она мне дала. По крайней мере, ты знаешь, что она была красивой. Ты рискуешь своим положением ради мужчины без титула. Законы, которые позволяют нам унижать людей, это не законы. Он говорит за тех, у кого нет голоса. Я бы выбрала мужчину, которого люблю. Существует правило, по которым нужно жить. Когда тебе это нужно, ты не соблюдаешь правила, папа. И я тому доказательство. Белль. Готовься! И отставай, и всегда держись рядом. Цельсь! Основано на реальных событиях. Пли! Не вылезай! Нет, 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 нет! Он погиб с честью. Нет, Уилл. Он просто погиб. От режиссера «Голодных игр» и «Фаворита». Надоело. Вы, я, все мы. Мы умираем, чтобы они богатели. Солдат конфедерации, который стал преступником. Сборщик налогов приехал и все забрал. Запасов на зиму не осталось. Девочки, вы стрелять умеете? Да у тебя тут целая армия. Насколько я помню, ружью все равно, кто крючок нажимает. Преступник, который стал лидером. Ты в курсе, что дезертиров коснят? Это беглецы? Как и ты. Я не собираюсь подыхать за то, чтобы они богатели на хлопки. Мы по той же причине бежали. Лидер, который вдохновил восстание. Никто не вправе указывать другому, ради чего ему жить. И ради чего ему умирать. Некогда мне разбираться с пятком дезертиров, бегающих по болотам. Готов? Повесить их. Видишь что-нибудь? Он рядом. Он такое не пропустит. Мы сражаемся ради наших детей. И детей наших детей. Когда Америка была расколота, отныне земля к северу от болот Паскагула объявляется свободным штатом Джонса. Они объединились. Это бедные фермеры. Дезертиры. А значит, сэр, им нечего терять. Ветер меняется. На этот раз тебе не победить. Мне еще есть за что сражаться. Свободный штат Джонса Ты дитя Божье. У тебя есть предназначение, дарованное Господом. И никто его не отберет. Эти книги для белых людей. Такие, как ты, не смогут их понять. Ты особенный на этой книге. Учись усердно. Основано на реальных событиях. Ваши рабы явно умеют себя вести. Они набожны. Один из них проповедник. Люди будут хорошо платить, чтобы успокоить рабов. Особенно одного из них. Послание Петра. Глава вторая. Слуги, повинуйтесь господам. Не только добрым и кротким. Но так же и суровым. Я Нед. Ты что себе позволяешь, пес? Я задал вопрос. Хватит пока с тебя проповедей. Ты усвоил урок, пес? Да, сэр. Усвоил. Видеть, что сильный человек сломался, это ужасно. Господь говорил со мной. Видениями грядущего. Добро восстанет против зла. Что нам делать? Сражаться. Когда начнем присоединяться братья и сестры, нас будут сотни, даже тысячи. Несправедливость где-либо. Их сражайся. Угроза справедливости повсюду. Сражайся за всех нас. Я молюсь, чтобы вы спели песнь новую. Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их совершать мщение над дьявольскими народами. Пойте Господу песнь новую. Восстать! Ты ждешь чего-то? Ты ждешь нас. Рождение нации. Обстрел из всех орудий крупнейшей флотилии в истории нашего флота. Сто залпов в минуту, пока не сдадутся. О, Боже. Мистер Линкольн, я их ненавижу. Ненавижу. Я вообще, знаете ли, расист. Конгресс не должен объявлять равными тех, кого сам Господь создал неравными. Ты хочешь провести поправку, отменяющую рабство? Народ никого не любит так, как тебя. Не растеряй эту мощь. Первого февраля я хочу подписать тринадцатую поправку. Эта битва не на жизнь, а на смерть. Южане едут с предложениями о мире. Отмена рабства определит судьбу не только миллионов нынешних невольников, но миллионов еще не родившихся людей. Поправка или мир с южанами, и то, и другое невозможно. Сэр, с рабством покончим. Республиканцы проголосуют за нам, все равно не хватит двадцати голосов. Двадцати? Единственное противоестественное явление – рабство. Поэтому даже такое никчемное существо, как вы, должно рассчитывать на равенство перед законом. Голоса нужно добыть. За две тысячи долларов вы купите поддержку конгрессменов. Нельзя их купить. Подумайте еще раз. О парнях, которые погибнут, если вы не заключите мир. Я не смогу закончить эту войну, пока мы не излечим себя от заразы рабства. Эта поправка и есть наше лекарство. Нам нужно два голоса. Идите и добудьте их. Но как? Я президент Соединенных Штатов Америки. Наделен колоссальной властью. Вы добудете мне эти голоса. Вы провалите дело. Война заканчивается. Мы проиграем голосование. Можете меня пристрелить, но я голосую за. Оставьте Конституцию в покое. И сегодня мы голосуем. Вы оскорбляете Господа. За. Придатик. Придатик. Свободу нельзя подарить. Это наше право с момента рождения. Но существуют моменты, когда за нее нужно бороться. Их захватили военные и доставили к берегам Лонг-Айленда. Могу предположить, что их обвиняют в убийстве. Мы заявляем права на захваченный корабль, амистат и на весь его груз. Ваша честь. Вот настоящие хозяева рабов. По закону они являются собственностью Испании. Ваш молодой друг талантлив. Вы доказали, кто они. Они африканцы. Поздравляю. Но сами они не знают, кто они такие. Это дело может на шаг приблизить нас к гражданской войне. Немедленно сдаться. Это же товар. Наш президент подал прошение в Верховный суд. Что же это за страна, которая не следует закону? Как вы можете так жить? Мы подадим апелляцию. Я заглянул в прошлое и воззвал к моим предкам. Ибо с этой минуты я начал сомневаться в их существовании. Суду предстоит разобраться в важнейшем из дел. Оно касается права на свободу, на то, что нам дано от рождения. И доказательством этому служит то, что человек борется за нее всеми силами. Он разорвет оковы, уничтожит всех на своем пути. Он будет бороться, бороться, вопреки всем нашим предрассудкам, чтобы только вернуться домой. Фильм Стивена Спилберга Правдивая история Доброго морозного вечера, господа. Я доктор Кинг Шульц. А какое именно, доктор? Дентист. У вас есть пациент, который меня очень интересует. Твоё имя? Джанго. Ты как раз тот, кто мне нужен. Этот не продается. Ммм, как скажете. Прошу вас, не надо! На твоем месте я бы накинул то пальтишко. Ты убиваешь людей, и тебе за это платят? Чем опаснее, сукин сын, тем больше награды. Сейчас моя цель братья Бриттл. Я знаю их. Они продали мою жену. Но не знаю, кому. Поможешь мне? Получишь свободу, и мы найдем твою жену. Когда выдвигаемся. В яблочко. Присоединяйтесь, сейчас будет небольшое представление. Скучать не будет. Детка, дай мне конфет. Ты правда больше не раб? Правда. И тебе нравится одеваться как клоун? Ты точно не дантист. Дернетесь, и вы покойники. Есть! Наконец-то ты подохнешь, сволочек. Господа, поначалу мне было любопытно. Теперь вы центр моего внимания. Джанго Освобожденный. Как твое имя? Джанго. Дэнни произносится. Позволь спросить, откуда ты? Я родом из Канады. Ты в курсе, где это? Да, я знаю, где Канада. Я там бывал. Для раба ты много ездил. Соломон Нортоп, мастер игры на скрипке. Я был рожден свободным человеком. Жил с семьей в Нью-Йорке. Позаботься о маме. Но однажды меня предали. За Соломона. Похитили и продали в рабство. Ну, парень, как ты поживаешь? Меня зовут Соломон Нортоп. И я свободный человек. У вас нет права меня задерживать. Ты не свободный человек. Ты сбежавшая от ревья из Джорджии. Слуга, послушавшийся господина, будет побит палками. Это Библия. Состояние ваших слуг ужасает. Они моя собственность. Похоже, ты этим гордишься. Я констатирую факт. Говори! Хозяин волен распоряжаться собственностью. Иди сюда. Я сказал, иди сюда! Пару дней назад я был дома с семьей. А сейчас вы говорите, что дома больше нет. Если хочешь выжить, ничего не говори и не делай. Но я не хочу выживать. Я хочу жить. Я так и знал, что ты что-то замышляешь. Я делал, как велели. Если что-то пошло не так, это не моя, а ваша вина. Хозяин взял тебя на работу. Такими темпами ты заработаешь еще сто ударов. Я знаю, каково это попасть под плеть хозяина. В свое время он научился с ней управляться. Я выживу! Я не отчаюсь! Я выжду, пока не наступит свобода! Я был свободным человеком. Я не раб. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok